У него ребенка часто жалуются, что очень устают. Им кажется, что родители, например, пятерых детей, должны уставать в пять раз больше. Но это совсем не так. В многодетной семье дети замкнуты друг на друга. Старшие играют с младшими, помогают им одеваться, делать уроки, гуляют с ними, освобождая мать от массы забот. Наша съемочная группа побывала в сельском поселении Развилковское в гостях у большой дружной семьи. Подробности в материале Ларисы Вольновой. Известно, что смех, радость и хорошее настроение продлевают жизнь. А у многодетной мамы поводов для радости гораздо больше, чем у мамы одного малыша. Марина Никитина – мама четверых детей. У женщин много любви, поэтому надо ее воплощать. Забота о них, любовь. И когда чувствуешь, что ребенок уже что-то приобрел, то это такая частичка твоей души, радость. Будучи единственным ребенком в семье, наша героиня, выходя замуж, даже представить себе не могла, что у нее будет столько деток. С первым ребенком, конечно, такого материнства не ощущаешь. С каждым последующим ребенком уже по-другому чувствуется материнство и вообще к детям отношения. Первая и шлепала, и ругала этих детей как-то. Но старалась уже, знаешь, почему они плачут, почему там опризничают. Старалась уже более-менее так адекватно себя вести. Марина воспитывает детей с мужем Борисом. Он признается, что не сразу был готов к такой большой семье. Но со временем стал находить в этом плюсы. И теперь даже не понимает, как может быть по-другому. И у нас бывает и отлупим, и порадуемся, и посмеемся, и попоем. Все дают. Жизнь дают. Стимул в жизни. Ну как без детей. Без детей вообще я не знаю, как люди живут. Счастье матери – это счастье ее детей. Все дети Марины очень разные, с разными мечтами и способностями. Но при этом и мальчики, и девочки отлично ладят друг с другом. И поэтому счастливы. Есть с кем поиграть, когда нечем заняться. Есть над кем посмеяться. Маш, ты расскажи, с кем ты больше всего в своей семье дружишь? С Аллой. Мне нравится. Старший сын Марины – 18-летний Савелий. После окончания девяти классов православной школы поступил в строительный колледж. И сейчас осваивает интересную профессию. Егору – 11. Свободный от школы время, занимается футболом. Выпускница первого класса, семилетняя Варя, осваивает искусство декупажа и живописи, где проявляет свои творческие способности. И самая маленькая, Машенька, ходит в детский сад. Малышка любит петь, а также увлекается спортивными занятиями. Мама гордится своими детишками и очень радуется, когда замечает в каждом из них частичку себя. Семья Никитиных любит проводить время на даче в деревне Коробова. Несколько лет назад Борис сам построил здесь дом. Я просто любитель этого дела. Я по деревяшкам. Теперь этот небольшой дачный домик на время летних месяцев – и место для отдыха, и место для работы. Но работа на воздухе, да на пользу своей семье, только в радость. Скопать огород, посадить овощи и ягоды, а потом собирать сладкие плоды – любимое занятие Марины. А ей в помощь и маленькие дочки. Борис тоже поучаствовал в плодово-ягодной миссии. Посадил четыре дерева в честь каждого из детей. На даче каждый занят своим делом. В то время как Варя катается на качелях, Маша и Егор забавно играют в догонялки с ледяными пистолетами. Старший Сава наигрывает любимую мелодию на гитаре. Но спустя время все собираются за большим столом выпить свежего чая из самовара и насладиться теплом семейного очага. Приятно окунуться в мир многодетной семьи, особый мир, со своими плюсами и минусами, радостями и проблемами и такой притягательной простотой.